здрасте а где у судьи заседают сидеть сидеть сейчас не важно как ты выкинул насколько красиво ты получаешь 2 балла ток есть в течение 3 секунд и он зафиксирует условно говоря только что ты слышишь это если я не знаю я делаю какой-нибудь голый андреаг с таким упором дает армдреаг дает протаскивать и вот падает на коленке я уже готов его зафиксировать раз-два и Дима стартует вон туда выбираешь все это оп я получу адвенточку потому что я не завершил бросок еще такой момент про фиксацию понятно то что бок сидя лежа вот так условно говоря на коленках положение фиксации броска понятно ребят или не очень единственное как у нас в принципе нет броска это вот так да все остальное в принципе это бросок если вы человека посадили там в гард то есть вы его бросили он все в гард это тоже бросок вот контр-броски да то есть бывает такая ситуация условно говоря некая справа написана в книге там конкретный пример да условно говоря Дима делает мне дабл лэп я падаю но сразу его там одним из хуков или двумя сразу через себя перекидываю и выхожу наверх понимаете да я получаю два балла он ничего не получает он не получает преимущество еще раз какая позиция вот мы он не делает дабл лэп или сингл лэп дабл в основном классический вариант дабл вот я падаю и сразу ногами его через себя выкидываю и выхожу наверх он ничего не получает я получаю два балла но если зафиксировать опять же вот но если он не проходит в ноги я падаю не сразу врача раз-два и через одну-две секунды еще не до его фиксации я его свекую это будет не контр-трекдаун это контр-свик он получает преимущество да за незавершенных трекдаун я получаю два балла опять же если я удержу потом понимаете да то есть вот вот этот момент если в одной тоже в одну и ту же секунду произошло действие то есть я упал сразу перевернул он не получает ничего потому что у меня это будет контр-трекдаун если я упал раз два-полтора да и перевернул то я получаю два балла он получает преимущество соответственно незавершенное химическое действие бросок ну то есть за свит по-моему да да я получаю за свит он получает за незавершенный бросок опять же не стоит пудуть что если дима условно говоря ну делает мне там не знаю какой-то бросок который меня не в гард кладет да а в сайт контрол и я его перекидываю куда бы я его не перекинул я ничего не могу получить оттуда то есть понимаете да основной один наберет вот так вот и кладет меня просто вот там как отметил жителям да в сайт контрол если я смогу смастить и перевернуть вниз вот это то что как раз против как ты спрашивал твоей логике никто наверх ушел понимать как он наверх ушел то есть он-то начинал делать бросок нормально и он получит адвентач если он даже улетел вниз потому что он меня бросил а я его просто сконтрил я ничего не получаю у меня это реверсал эскейп то есть только если вы бросили человеку карту он вас сразу перевернул он получает контр тейкдаун два балла если у нас первым не сразу а там раз два до трех секунд до фиксации собственно свин получает часть бросавший вначале получает еще три момента по позиции когда я сбил соперника да он остался на четырех точках стоит на ногах я забежал за спину первый момент если я пытаюсь ему запрыгнуть за спину а он меня сдергивает и он оказывается вверху я внизу смотри смотри это такая ситуация они знаешь когда они например показывают еще круче они показывают например уже с одним хуком то есть ты показываешь ты говоришь про вот эту ситуацию и он тебя скидывает вот это почти никогда не будет уже баллами я сейчас объясню почему вот дима стоит в стройке да я заправил хук вот так я с одним хуком да понятно что я уже по-любому получу преимущество куда бы я отсюда не упал потому что у меня уже есть один хук у меня будет по-любому не завершено техническое действие разница в чем если Дима меня скинет получит ли он два балла или нет если я стою на этой ноге я упаду это будет вопросов я стою на этой ноге но если ты повис уже конечно а если я условно говоря если я вот так вишу как бы он меня не скинул все второй момент тоже по этой позиции соперник стоит на четырех точках я пытаюсь запрыгнуть ему за спину но не заправлять не успеваю заправить крючки а он делает курок и мы крутимся и все оказались внизу у меня нет заправленных крючков но мы внизу я как бы за спиной у него на боку там как-то или бы но уже поднялся здесь это уже и уже мои два балла получается если я его сдернул он стал на четыре точки я прыгаю мы в этот момент куркаемся вот пока у меня вот это положение остается если я вот здесь окажусь это будут два балла а если ты как если я вот так то нет у нас потом поднимется и окажется сверху должен без балла да преимущество то есть это даже в какой момент если он окажется сверху да нет просто когда его сбрасываешь ты же атаковал да 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 если хотя бы на две секунды если сразу же нет тут вопрос секунду тут вопрос смотрите началось с чего началось с того то что я пытался делать тогда да вот я ему как бы вышел за спину и не смог ему зафиксировать да тогда он потому то что остался в стойке на не на коленках а на на стопах вот так что я кстати ему высоко вот соответственно если я туда прыгаю и он пувыркается да и я удержу эту позицию окажусь сверху то это может быть защитный как бросок но только если это начиналось как бросок понимаете разницу если это был там условия да вот это вот все понимаете раз если бросок начинался то это будет бросок это будет продолжением броска будет фиксацией примерно такая же ситуация опять же если это все быстро происходит я прыгаю ему за спину как бы я его сбиваю на либо он делает кувырок но я уже забрал спину это только спина будет или тоже числе два балла мы приземляемся я уже за спиной у него у меня крючки заправлены ну все но это опять же начинать начиналось снизу это большая разница человек который оказался все просто человек который оказался снизу не может получить баллы за свип и за тригдаун нельзя сделать бросок или свип и оказаться снизу но это логично вот то есть если из этой ситуации я забрал спину и мы упадем с ним я окажу я буду сверху то это 2 плюс 4 это вопрос собственно твоего товарища да условно говоря там я делаю мэн браун он пойдет на коленке вот это 2 плюс 4 но если я его условно говоря потому что отдельно покажу вот если можно если вот так вот начинаю заправлять крючки и он в любую сторону ну падает в другую ногу он 2 баллов уже быть не может ну как если он сам добровольно вернется на 4 рейки да это будет адвентаж за незавершенный бросок и 4 балла да по тригдауну еще просто тоже спорные моменты были броски с захватом только одной шеи ну потому что дети любят вот это без разницы можно почему нет можно ну да как бы разговаривается на нет такого как нельзя как-то что просто я это как раз это разрешал а родители многие замучались по этому поводу правило вот джурджитсу не запрещают этого у них не написано что нельзя бросать за голову ну так бы условно говоря да если ты можешь взять человека за голову и бросить его ну какая разница использовать там одну из условно говоря конечностей я вижу проблема только в том то что если вы умышленным человеком башкой в пол втыкаете вот они сейчас с этим очень сильно борются то есть это вопрос к тому же да почему запрещен этот синглдек с головой наружу да по белым поясам и детям вот что то они боятся что дети когда будут бросать сам воткнутся башкой и идите до свидания и опять же да вот если возвращаться частично к этой же теме когда вам входит в синглдек да если вы делаете сумму гореши под сад голеню если голову тащить наружу да там по старшим колесам да условно говоря можно делать бросок сам чего нельзя делать нельзя мышц навтыкать его понимаете разницу то есть да конечно частый случай что нельзя делать это если бы у него был пояс я бы взял четырьмя пальцами вовнутрь то есть локоть у меня уже сюда давит с таким положением сложно будет его поднимать понимаете да гораздо легче понимать было бы вот так его вот то есть вот это ну почти полностью его гарантирует то что будет умышленное действие воткнуть человека башкой в пол потому что я локтем даже сюда попадаю на свою правую гулку да получается что он башкой по-любому воткнется вот это ну это дисквал да если это я делаю вот так там на самом деле нормальная сумма гаэша делается да вы должны в принципе вот человек хорошо глубоко туда запрынуть да чтоб он вверх взлетел не вниз упал а вверх взлетел вот сам бросок разрешен запрещено им умышленно человека башкой втыкать вот если вы делали нормальный бросок а он сам воткнулся это уже его проблема понимаете да то есть это вы как реферы должны видеть что я делал я пытался его вот так вот воткнуть это вы сразу поймете или его пытался вверх выкинуть а он балансировал вот так на своем лбу и там скрутился с шеей условно говоря это две большие рельсы ну с суплексом на голову кидать должны взять ну то есть я хочу броски на голову запрещены в плане чего если я поднял человека затыл его вот так вот башкой в пол на этот дисквал специально умышленно вот понимаете да разницу то есть если вы человека бросили он сам бы ходил вот так вот это ну многие спрашивают да а если человек сдался от колен на животе да что делать все он сдался то есть ну понимаете если я допустим возьму и просто там немножко чувашки если если я вот так вот сделаю на руку и он сдался то же самое если я предплечь на шею кладу и даму да